Птицы Взгляните на птиц небесных. Евангелие от Матфея, 6 глава. Птицы – одни из самых пленительных созданий, живущих на земле. Мы восхищаемся разнообразием их окраски, изяществом форм и их способностью свободно и легко парить в воздухе. В течение сотен лет человек предпринимал неудачные попытки ссимитировать полет, только в 20 веке им удалось научиться контролировать полет. Но даже сегодня человек в стремлении усовершенствовать аэродинамические характеристики самолета продолжает обращаться к изумительному божьему дизайнеру. Рассмотрим некоторые из деталей этого дизайна. Кости птиц легковесны и практически пусты внутри. Они имеют и очистую структуру и укреплены изогнутыми подпорками. Такие легкие кости наилучшим образом подходят для полетов. Оперение птицы обычно весит больше, чем весь ее скелет. Даже ее клюв пособствует облегчению общего веса, поскольку это не тяжелая кость, а легкий роговой покров. Птицы наделены двумя комплектами сильных грудных мышц, больше отвечая за движение крыльев вниз, меньше за движение крыльев вверх. И только птицы были сотворены с оперением, переобеспечивают теплоизоляцию тела птицы, защищают от холода, делают ее водонепроницаемым и создают необходимую для полета форму крыльев и хвоста. Каждое перо соединено с нервом и приводится в действие мышцы. Такой точный мышечный контроль помогает птице сохранять баланс в воздухе, управлять полетом и снижаться при посадке на землю. Птицы по-настоящему удивительны и великолепные создания. В первую очередь, они известны своим потрясающим оперением, в котором заключены сила и легкость. Перо состоит из системы мелких бороздах и крючочков, которые напоминают устройство контактной ленты. Перья мелкие, которые отводятся от основного свала, соединяются по принципу застежки молнии. Птице достаточно пригладить перо клювом, чтобы застегнуть или расстегнуть его. Каждое перо из тех, что расположено на крыле, немного отличается от других по размеру и форме. Еще один необходимый для полета птиц элемент – это воздушные мешочки. Расположенные между внутренними органами, воздушные мешки связаны с легкими птицами. Во время полета через них циркулирует воздух. Этот механизм способствует быстрому насыщению тканей тела птицы, необходимым для жизни кислородом, позволяя ей сохранять легкость в полете. Птицы изумительны. Такой дыхательной системы, как у них, нет ни у кого другого. В отличие от легких человека и других живых существ, у легких птиц есть нечто вроде запасного выхода. Он играет очень важную роль. Во время дыхания у птиц не изменяется форма грудины. Он пишет ровно, независимо от того, какой путь ей пришлось проделать. Думаешь, как же это получается? Оказывается, воздух проходит через тело птицы подобно тому, как он проходит через кузнечные меха, раздувая огонь. Воздушные мешки, которые находятся между мышцами птицы, когда она летит или идет. Все эти чудеса инженерной мысли собраны вместе, чтобы дать птицам возможность летать. В создании птиц явно видна совершенная предусмотрительность творца. Эрная Крачка каждый год совершает полет от северного до южного полюса и обратно. Не всякий человек сможет преодолеть такой путь на самолете. Вы заглядывали когда-нибудь в кабину пилота? Все эти переключатели, циферблаты, приборы и рычаги. А ведь еще есть и наземное управление, диспетчер помогает пилоту ориентироваться в пространстве. И все это заложено в крохотном по размеру мозге птиц. И все это заложено в пространстве. Господь наделил каждый вид птиц уникальным набором необходимых им способностей. Каждый вид птиц защищает интересы человека в разных областях его жизнедеятельности. Многие из них помогают контролировать число насекомых, другие поедают падаль. Семейство зябликовых, например, прекрасно уничтожает сорняки. Сова и ястреб держат под контролем популяцию грызунов. Кулик заботится о состоянии пляжей. Водоплавающие птицы поддерживают должный баланс популяции рыб, а цапля контролирует количество лягушек и змей. Каждая птица обладает изящными пропорциями, поразительными аэродинамическими возможностями, наделена специальными практическими функциями, являет собой свидетельство Божьей мудрости и любви. Бог чудесным образом придумал и обеспечил каждую птицу всем необходимым. Однако Иисус сказал, что мы гораздо ценнее для Бога, чем самые малые из них. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok